Евгений Корняк Театром он увлекся еще в школе, правда увлечение было несознательное, скорее вынужденное. Школа была рядом с домом и там открылся театральный класс. А так как других способностей восьмиклассника Евгения тогда не было, пришлось идти. Я вообще не интересовался театром. Только когда уже пошел в театральный класс и когда начал изучать, что это такое, тогда только начал интересоваться. До этого смотрел какие-то там постановки в Тюзи, в Театре кукол, но это было так интересно, мне нравилось ходить в театр, но такого увлечения я не помню, чтобы оно у меня было. Когда я попал в театральный класс, то я начал ходить в театр приблизительно 3-4 раза в неделю. То есть в месяц у меня там выходило до 20 постановок, до 20 спектаклей я посещал. То есть очень много, я посмотрел все. Учаясь в школе, я посмотрел все, что творится в Беларуси. Женя выделялся среди одноклассников, но не в плане таком, что в восьмом классе в нем зародился гениальный хореограф. Нет, это гораздо-гораздо позже произошло, и для нас, для всех это было очень большим сюрпризом. Женя всегда был очень увлеченным человеком, увлекающимся человеком. Он эмоциональный и очень так быстро, мгновенно эмоционально отвечал на все. Он был достаточно дерзким в школе. Мы просто сводили с ума всех учителей, родителей. Было слишком много на один квадратный метр в классе талантливых людей, индивидуальностей. После окончания школы нужно было срочно куда-то поступать, иначе армия. Естественно, выбор пал на Академию искусств, но набор был только на актера Театра кукол. Я думал, я год отучусь на актера Театра кукол и потом переведусь. Переведусь на драматического актера, который будет в следующем году, но получусь пять лет, а не четыре. Но, естественно, познакомившись с мастером курса и понял, что уходить нельзя. Алексей Анатольевич Лилявский, я считаю, тогда это было уже ощутимо. Лучший режиссер Беларуси. Лилявский – это человек, который просто на наших глазах делал из Жени Женю. Он воспитал в нем вкус, он привил ему вкус к хорошему театру. Естественно, проучившись год, Женя просто даже помыслить не мог о том, чтобы куда-то кому-то уйти, потому что настолько они друг друга тогда нашли. И тоже, я думаю, такая судьба была. Учась в академии, он участвует в театральных постановках как актер, но его привлекает режиссура, и он ставит несколько пластических спектаклей. Было шесть дипломных спектаклей, я заканчивал как актер, и поэтому мои режиссерские спектакли, они не учитывались мне в оценку. И даже там, наоборот, занижали оценку. Экзерсис был первый, когда я имел наглость осмелиться просто сделать большой проект. Он был 50 минут или час, я уже не помню. Но тогда я еще... Сейчас мне уже стыдно его просматривать, потому что допустил очень много ошибок, ну, такой первый блинкомом. Но я понимаю, что он дал очень большой толчок мне, да, то есть и потенциал какой-то двигаться вперед. После Академии искусств по распределению он работает актером в Минском театре кукол. С администрацией театра отношения не складываются, чиновники не принимают творческие поиски корняга. Но именно в это время родилась идея одного из самых нашумевших его спектаклей. КОНЕЦ Просто одна девчонка Наталья Селюн, сейчас Наталья Кирсанова, телеведущая на Первом канале, их курс очень любил Экзерсис. И она его просматривала раз пять или шесть, и плакала, и говорила, у нас никогда такого не будет. И потом произошла вещь, когда мы сидели на кухне, и они постоянно плакали, что им стыдно сдавать танец, им стыдно сдавать этот госэкзамен по танцу, потому что это полный бред, полный бред, полный бред. Я предложил просто, давайте сделаем два-три танца, чтобы вы хотя бы что-то показали на госэкзамене. Когда мы начали делать этих два-три танца, я понял, что я могу сделать спектакль. И предложил все-таки опозориться на танцы, но потом выпустить спектакль, оправдаться. И вот так вот получился спектакль. И танцы мы делали, чтобы ребятам не было стыда. Это такой был пример, просто невероятно. Невероятного коллективного творчества и огромного желания сделать. Что и Женя сейчас с теплотой вспоминает. Ну, и мы, конечно, тоже. Тем более, что результат был тоже невероятным. Это не просто нам хотелось, и мы сделали его для себя. Наверное, так и получается, когда вот все складывается воедино. Когда есть хороший режиссер, когда есть люди, ну, когда они там неплохие артисты, и они очень хотят это сделать. Вот, и когда, в принципе, ну, ничего не мешает, а даже то, что мешает, оно не имеет значения, потому что люди вот нашли друг друга вот на тот момент, это точно. У нас есть фанаты, которые по 10 раз смотрели этот спектакль, и даже больше. Когда бы мы его не играли, где бы мы его не играли, и сколько бы мы его не играли, у нас всегда аншлаг. У нас перья аншлаг, это всегда приставные стулья, и эти проходы, по которым нам всегда надо бегать, просто в них не то, что бегать, не пройти невозможно, людей выгоняют, люди плачут, убежаются. Евгений Корняк разрушил стереотипы классического танца. Жесткая, кричащая, агрессивная пластика не в танцах поднимала тему насилия. Это и война, и геноцид, и отношения между мужчиной и женщиной, и выбор, который ты делаешь, остаешься жертвой или палачом. Не танцы – это своеобразный катарсис, вместе с экспрессией, эмоциями актеров зрители сам переживают внутреннее очищение. Если я не ошибаюсь, мне кажется, я не ошибаюсь. Название именно не танцы предложила Лидия Алексеевна Монакова. Когда мы уже писали афиш для спектакля, дорепетировался, уже до премьер было совсем немного, Монакова предложила это название Жени, и оно ему понравилось, естественно, как и всем нам, вот теперь не танцы. Отбыв два года распределения в Минском театре кукол, Евгений Корняк уходит в никуда. Потом его приглашают работать в русский драматический театр имени Горького. Это дает возможность поступить в магистратуру и уехать учиться в Москву в школу-студию МХАТ. Я учился в центре Мирхольда. Я не знаю, что мне дало учеба, как к этому относиться, но два года в Москве ты, естественно, имеешь возможность просматривать более качественные спектакли, ты имеешь более широкий спектр для выбора, и множество фестивалей там существует, именно какого-то авангардного искусства, современного искусства. И вот это больше всего мне дало. И в магистратуре было еще два педагога, которые, ну, они критики, с которыми просто было интересно общаться и что-то узнавать новое. А в целом я не знаю, что мне дала эта учеба. Больше мне дала Москва. Ну и когда ты уже сделал несколько спектаклей, уже понимаешь, что приблизительно как работает, то тебе уже трудно воспринимать информацию другую о другом театре. Тем более все остальные сидели драматические режиссеры. Я физическим театром занимаюсь. То есть совершенно разные. И поэтому трудно же понять, откуда ты там что-то зацепил, не зацепил. Он считает, что если можно молчать, то лучше не говорить, поэтому со зрителем общаются языком актерской пластики. Здесь тело – это душа, а энергетика актера – это средство для создания сценического образа. Спектаклем «Кафе-поглощение» Евгений Корняк решил покончить с академическим театром. Здесь нет сцены, а все действие происходит в настоящем ночном клубе. И зрителю сложно определить, кто вокруг него – актеры или реальные посетители. Я просила просто включить музыку! Музыку! Я пришла отдыхать! Включите мне музыку! Руки! Руки! Уберируйте, я сказала! Я просто просила музыку! Именно из-за этой реалистичности спектакль нещадно критиковали и ругали. Ну я понял, что произошло. Это от беспомощности их. Они первый раз увидели подобный формат, и они не знали, как же его разбирать. И поэтому мне очень понравилось, когда один из критиков, критиков он философов, когда попытка «Кафе-поглощение» была избавиться от театра, там и звучало с театром покончено. И потом на разборе он сидел в театральных позах, театральным тоном, театральными жестами, а пытался разобраться вне театральной постановки. И вот само по себе это абсурд. Это был очередной Женин эксклюзив. Это была, на мой взгляд, абсолютно гениальная задумка, которая, может быть, не... Почему она так не сыграла, вот как те же «Ни танцы» и другие же «Ни спектакли», и «День рождения», и потому что не до конца просто она реализована была, и, скорее всего, в большей части по вине нашей актера. У всех совершенно другая работа, у кого-то спектакли, у кого-то эфиры, у кого-то съемки, там, кино. Это было достаточно сложно. Мы собирались, мы репетировали, и репетировали честно, но не хватило немножко вот этой увлеченности. Спектакль был, спектакль также ездил на фестивале. Это такой... У Жени была такая идея, это был такой клубный спектакль. Это спектакль, когда люди приходят в ночной клуб вечером и встречают девушек. Это спектакль, в который просто мы растворялись, мы были среди зрителей. Эта сцена вместе со зрителями, это все смешивается, непонятно уже где что. Такое сумасшествие. Ну, вот я еще расскажу, это была очень хорошая идея. Мы ее недореализовали. Нельзя так с людьми, нельзя, но вижу вам это пофигу. У его театра нет сценической площадки, постоянной труппы и постоянного репертуара. Корняк-театр – это режиссер Евгений Корняк и молодые белорусские актеры, которые играют в разных минских театрах. Иметь собственный театр Евгений Корняк даже не собирался. В судьбу опять вмешались обстоятельства. Мне позвонила Марусь и говорит, что для того, чтобы нам существовать, надо какая-то крыша, эту крышу можно создать вот так-то, вот так-то и придумай название театра. Я ходил месяц, думал, и когда Маруся позвонила, сказала, я не знаю, думай сама. Она позвонила мне и сказала, театр называется Корняк-театр, все. Мы собирались, по-моему, с актерами, мы там придумали 200 вариантов каких-то, там просили у всех, пожалуйста, давайте какие-то вещи. В итоге мне ничего не придумали. И мне нужно было что-то написать, и я думаю, ай, напиши я пока Корняк-театр, мы ехали в Великий Новгород, я думаю, мы там как-то там сыграем с этим названием, потом приедем и что-нибудь придумаем. Ну так это и осталось, Корняк-театр, потом пришли какие-то рецензии уже с этим названием, поэтому уже назад дороги не было, и поэтому так получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Для Евгения Корняга важно, чтобы актер не станцевал, а сыграл телом, поэтому он работает не с профессиональными танцорами, а с драматическими актерами. К чему я сейчас стремлюсь, это такой физический театр. Я с детства хотел танцевать, но меня почему-то не отдали на эти танцы, и почему-то я себя комфортнее чувствовал, когда ты движешься и меньше говоришь. Когда ты меньше говоришь, я больше доверять начинаю. И начал просматривать какие-то балеты современных авангардных режиссеров, то есть знаменитых мировых, и меня это начало увлекать все больше и больше. И это какое-то вот увлечение, ну просто произошла такая любовь. И сложно объяснить почему. Да, то есть я могу сейчас там какие-то гипотезы приводить, что тело, оно не врет, а слово более-более такое точное, движение более зыбкое, то есть множество. Но это такая любовь просто. Я сам не танцую. Я не танцую как танцор, как балетник и тому подобное. Я не знаю этой техники, мне она неинтересна даже. И просматривая множество спектаклей по современной хореографии, у меня единственное замечание, что они много танцуют, что они танцуют и так много. В балет я вообще смотреть не могу, потому что для меня это вода водой льется. И у меня есть образование актерское, и я-то черпаю больше движения от актерского, то есть от игры, а не от движения. То есть мы идем от внутреннего к внешнему, нежели наоборот. Спектакль «Палата номер 7» Евгений Корняк называет черной клоунатой. Он нарядил актеров в трогательные костюмчики, придумал им грим с лучками глазами и назвал их «Клопики». Но это не клапы-вредители, а пугливые милые букашки. И предложил зрителю понаблюдать, как же ведут себя люди, одержимые страхом. Это спектакль про страх. То есть насколько бывает страшно и как бывает страшно, и как страх действует на человека, и насколько он его ограничивает. Человека – страх. И чего боятся люди? Человек боится всегда. Если человек не боится, значит, мне кажется, он болен. Только есть очень много ненужных страхов, которых надо избавляться. И та же вещь, я в Бога не верю, но я его боюсь. Или бояться дождя, темноты, каких-то вещей. Но то же самое, как можно не бояться за родственников, близких, друзей. То есть страх, он может быть как полезен, мотивирующий, так и разрушающий, и ограничивающий. И вот здесь мы попытались так вот экспериментировать по поводу этой темы. Субтитры создавал DimaTorzok спектакль «Можно я буду Моцартом» это пластическое высказывание о лишнем человеке, о том, что ненужным можно стать в любой момент. За основу романа взяты роман Кена Кизи «Полёт над гнездом кукушки», «Чеховская палата номер 6» и повесть Владимира Высоцкого «Жизнь без сна». Но эти литературные произведения стали лишь толчком для авторского замысла режиссера Евгения Корняга. В Эстонии это был авторский совершенно проект. Один из актеров, который работает сейчас в эстонском театре, в русском театре Эстонии, он танцевал в первом составе «Нитанцев». И он попал, и там он уже капал на мозги художественному руководителю «Пригласите его, пригласите его, пригласите его». И вот и меня пригласили. «Кто на зеркали пазит, я забыл, я забыл, я забыл для чувствительных тканей, я забыл, я забыл, я забыл, я забыл для чувствительных тканей, Субтитры создавал DimaTorzok Все действие происходит в сумасшедшем доме, но люди, которым безумно катастрофически не хватает человеческого тепла, пациенты, то есть не психи, а люди, которым не хватает человеческого тепла. Одна из самых таких жестких моих постановок и самых красивых. Это дорого привезти в Минск. Я-то сделать это не могу. Если заинтересуются какие-то минские фестивали этим спектаклем, то с удовольствием. Я очень хочу, чтобы это увидели минчане. И чтобы посмотреть, вот так существует корняк театр в Минске, и вот так может существовать корняк театр, если он имеет поддержку. Бабуля! Бабуль! Бабуль, ты здесь остаешься! Поняла меня, бабуль? Черт! Бабуля, хватит! Бабуль, ты не мог идти здесь! Бабуля, все! Хватит! Если просто открыть сайт театра, под каждым спектаклем там 2, 3, 2, 3 отзыва какие-то. А под Моцартом уже началась война между зрителями. То есть одни кричат, это полная катастрофа и ужас, вторые вы вообще ничего не понимаете, наконец-то что-то произошло. И началось действие, люди начинают анализировать. Это очень хорошо, не то, что мне нравится, когда меня ругают, а когда люди начинают анализировать, когда люди начинают думать. Вот это мне больше всего нравится. И то, что оно не оставило равнодушным. Доброе утро! Доброе утро! Если вы не пробовали змею, я могу вам описать вкус. Если вы не пробовали лягушку, то я могу вам описать вкус. Но пока ты не попробуешь, ты не поймешь, действительно ли это вкус курицы, либо действительно это самое мясо, которое именно для тебя. Мясо лягушки, мясо змеи или какого-то экзотического животного. Если у нас не видит зритель, как можно определить, нужен ему этот театр или не нужен. Но, например, мы не испытываем нехватки в зрителе. Наверное, это нужно кому-то. Спектакли вынашиваются очень долго. Сейчас у меня в голове сидит спектакль «25», и там названий очень много. И просто иногда ты понимаешь, что они уже созрели, и пора бы их уже вытянуть из головы. А некоторые еще просто лежат, дозревают. Придумаю все сам. Сам сюжет, драматургию. Все это придумывается самому. Потому что как объяснить драматургу, как написать пьесу без слов. Этим занимаюсь я. Я сочиняю без слов, и я разбираюсь в языке тела. И могу этим языком владеть и что-то сочинять, что-то придумывать и что-то говорить. Не хочу работать с известными актерами. С известными режиссерами в плане... У многих бы поприсутствовал на репетициях. Посмотреть, перенять опыт, как это создается. Хотелось бы у многих. А вот глобальная мечта... Не знаю, у меня сейчас единственное пространство репетиционное. Все. Даже потом, ну... Не театр, я понимаю. Но мечтал бы о своем театре. Музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА